Мы, медицинские работники города Гродно, представители самой гуманной профессии в мире, как и большинство других граждан, не смогли остаться в стороне от событий, происходящих в нашей любимой стране. Нам, как и большинству белорусов, с болью и разочарованием приходится смотреть на то, что сейчас происходит в Беларуси. Где законы, созданные для людей, вдруг стали работать против них. Где ежедневно, на улицах, неизвестное, в масках и балаклавах, не представившись, открыто похищают людей. Где на протяжении двух месяцев мы узнаем все новые и новые подробности жестокого обращения с гражданами нашей страны, в том числе и с нашими коллегами. Где ежедневно мы узнаем о десятках и сотнях возбужденных абсурдных уголовных дел и дел об административных правонарушениях в отношении невиновных граждан. Где до сих пор за превышение власти и служебных полномочий не возбуждены уголовные дела в отношении лиц, участвующих в издевательствах и пытках над мирными гражданами. Где из уст нелегитимного президента мы постоянно слышим угрозы и оскорбления в адрес наших соотечественников. Где за свободу слова люди подвергаются репрессиям. Где попытки белорусского народа действовать по законам пресекаются. Мы хотим выразить свою солидарность с людьми других профессий, которые не боятся высказывать свое мнение. Всем гражданам нашей страны, которые так же как и мы хотят получить защиту своих прав и соблюдение законов. Мы стремились бояться. Мы не робим ничего предзаконного. Мы не прячем свои лица. Ведь нам не стыдно перед народом. Каждый сейчас должен сделать свой выбор. Компромиссов нет. Мы, медицинские работники города Гродно, требуем признать выборы 9 августа 2020 года сфальсифицированными. И требуем проведения новых и честных выборов. Мы против насилия и репрессий. Мы против проведения так называемой конституционной реформы. В результате которой произойдет лишь перегруппировка действующей власти с окончательным лишением возможности граждан Республики Беларусь влиять на судьбу своей страны. Мы потребуем притягнуть до вызначенной законом отказности. Ты, кто удельничал и удельничая. У готованиях и здеках, поодносенных до мирных громадян. Мы требуем получения объективной, достоверной и своевременной информации из СМИ. Мы за прекращение любого преследования, альтернативных мнений и высказываний. Мы требуем освобождения всех лиц, признанных политзаключенными и граждан, задержанных в ходе мирных протестов. Мы требуем прекращения дискриминации служителей церкви. Мы требуем беспристрастного и честного судебного разбирательства по факту фальсификации итоговых протоколов народного голосования на выборах президента Республики Беларусь, в том числе по факту ряда нарушений при проведении выборов. Мы выступаем против принудительного увольнения медицинского персонала и работников администрации медицинских учреждений по причине несогласия с решениями действующей власти в Республике Беларусь. Мы, как представители самой гуманной профессии, давшие клятву врача, заявляем, что готовы оказывать необходимую помощь каждому нуждающемуся в ней. Незалежно от мовы, расы, национальности, походжения, относим до религии, майому снагастану и посады, относим до громадских объединений и других обстоятельств. В это неспокойное время особенно востребованной является психологическая и психотерапевтическая помощь. Мы напоминаем, ее может получить каждый, независимо от вышеперечисленных факторов, анонимно, круглосуточно, бесплатно, позвонив в службу дистанционной психологической помощи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...